Белый верх, черный низ – отставить. На этой торжественной линейке приветствуется другая форма – спасательная. Звание кадета МЧС присвоили 92 ученикам 60-й школы. Любой человек должен защищать своих родных, близких людей, своего маму, свою маму, папу, сестер, братьев. Но МЧСник должен защищать не только своих родных, но еще и остальных людей. Это сложно быть кадетом, но надо подобрать дисциплину, форму спортивную и учиться хорошо. Надо стабильно все в школе делать. Помогать людям в каких-то чрезвычайных ситуациях. Гордость еще в том, что носить берет. Не у каждого есть такая форма, как у меня. Молодые и целеустремленные кадеты уверены в чрезвычайной ситуации, не растеряются, придут на помощь и победят огненную стихию. Пока же клянутся служить отечеству, обещают учиться на пятерке, слушаться старших и следовать советам профессионалов. Символический момент. По традиции кадетов полили водой из пожарного рукава. Это делается для того, чтобы в борьбе с огнем они оставались спокойными и хладнокровными. Эти качества помогут успешно справиться с учебой и стать востребованными специалистами. Они могут идти в любую силовую структуру для обучения дальше на общих основаниях. Что им дает это? Для того, чтобы понять, что такое воинская служба, к ней отношение, любовь к форме и любовь, естественно, к родине своей. Виновников торжества поздравил заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков. Он отметил, слаженная работа севастопольских сотрудников МЧС – достойный пример для тех, кто только собирается стать огнеборцем. В Севастополе здесь и горы, и море. И настолько много, к сожалению, угроз для жизни, и мы это видим с вами, что сотрудники МЧС работают каждый день с утра до ночи круглые сутки. И когда ребенок, начиная с первых лет жизни, приобщен к этому, даже с точки зрения формализации, эта форма, она придает, форму придает, как мне кажется, много содержания. Кадетских классов для подготовки будущих спасателей в 60-й школе – 5. На сегодняшний день в них учится 135 девчонок и мальчишек. Принимают после 6-го класса, причем поступить могут ученики любой школы города. Вступительные экзамены – русский язык, математика и физкультура. Профильную программу проходят во внеурочное время. Изучают историю кадетства, знакомятся с уставом вооруженных сил, занимаются пожарно-прикладным спортом, рукопашным боем и хореографией. В список предметов в этом году планируют включить вождение автомобиля.